Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем ученом радиоуроке, причем веб-дизайна и веб-разработки. И сегодня мы с вами продолжим разрабатывать наше веб-приложение, именно личный кабинет, простой личный кабинет с подходом на MVC. Мы с вами на прошлом уроке создали структуру файлов и папок нашего кабинета, нашего приложения. И сегодняшняя наша задача будет увидеть на главной странице форму авторизации, форму входа в личный кабинет. Понятно, что это будет не только верстка, более того, я сразу скажу, забегая вперед, что в этой серии уроков я не буду особое внимание верстке уделять, благо, что это не самоцель. Поэтому я буду использовать готовые решения, но об этом чуть-чуть попозже. Итак, с чего? Давайте сразу начнем, собственно, без прелюдии, начнем обсуждать наши вопросы. Да, еще хочу сказать, что, возможно, этот урок будет довольно-таки долгим, может быть, затянуться. Хотя я все же постараюсь без лишней воды, но все же важный момент, я должен буду на них останавливаться более-менее подробно. Итак, с чего мы с вами начнем? Понятно, что у нас есть, как и в любом веб-проекте, есть индексный файл. Собственно, наше приложение тоже имеет этот файл и должно с него стартовать. То есть первое, что у нас будет отрабатывать, это индексный файл. И, собственно, его мы с вами сейчас и напишем. Он не будет сильно большой, сейчас на нем просто единичка вводится, да, вы видите, да, что у меня сейчас вводится единица. Давайте это дело, собственно, исправим. Итак, в индексном файле, друзья, у нас будет просто-напросто подключаться файл конфигурации нашего приложения, который мы, собственно, с вами напишем. Итак, requireVATS, мы загружаем config.php. Да, пока там ничего такого нет. Ну, пока в этом файле просто строка конфиг выводится, да, мы это с вами помним. Вот, теперь давайте с вами пойдем в этот файл config. Вот, и посмотрим, что у нас в этом файле должно быть. Значит, открываем этот файл. Направим его. Так, не открылся он у меня. Вот он. Так, индекс у нас есть, config. Итак, что будет в этом файле? В этом файле, опять же, по моей задумке, да, будут определены общие служебные константы, вот, и общие какие-то require файлов. Понимаешь, что без require мы никуда не денемся, не уйдем, да, не нужны. Вот, но если в прошлом приложении, да, когда мы с вами писали некое приложение редактирование удаления, там, футболистов, спортсменов, да, там мы инклудили, где не попадя, как говорится, да, то есть в каждом файле делали какие-то инклудники, и получался у нас мусор. В этом приложении, конечно же, без инклудников нам не обойтись, но мы это сделаем, скажем, в одном определенном месте, да, и, то есть разграничим задачи приложения сразу, да, то есть в конфиг есть конфиг, а логика приложения это будет логика приложения. Итак, какие константы мне будут нужны? Во-первых, мне будет нужна константа root, ее значение будет, ну, всего лишь, она всего корневая, корневая директория моего приложения, чтобы вот не писать вот эту вот длинную запись server document root, я сразу вынесу всю эту запись в константу. Вот, следующая константа у меня будет, будут похожие константы, простите, константы, которые будут определять у меня путь до контроллеров, да, мы с вами, я напоминаю, пишем приложение в стиле, с подходом, точнее, с использованием подхода MVC, вот, и я буду загружать, я буду использовать контроллеры, вот, по такой, вот, по такому вот пути, да, то есть контроллер path, имя константы, и значение будет root, и папка controllers, да, root у меня уже определенный выше, да, еще раз показываю, вот, отсюда я буду брать контроллеры. Так, хорошо, с этим разобрались, ну, дальше, я думаю, уже догадались, я буду брать еще и модели, и буду брать вьюхи. Здесь все аналогично, только папки будут меняться, и именно константы. Итак, models, вот, и, соответственно, views, viewpath, и путь views. Так, отлично, константы мы с вами определили, теперь надо с вами определить, какие файлы мы будем загружать сразу, какие нам файлы будут нужны в любой странице нашего приложения, да, ну, понятно, что это будет, как минимум, файл подключения, общения с базой данных, вот, скажем, да, это файл dbphp, вот, и еще один файл, очень важный, это файл маршрутизации, о нем я расскажу очень подробно через несколько минут. Так, и еще файл, который нам надо везде подключать, это общий файл модели, да, то есть, у нас есть модели каких-то определенных частей приложений, да, будут, но, понятно, что это все родители, так скажем, а у нас есть еще, извините, это все дочерние модели будут, да, дочерние юхи, дочерние модели, дочерние контроллеры, вот, но есть, конечно же, общие файлы, общие классы моделей, view и контроллеров. Соответственно, я, ну, в них будут какие-то общие вынесенные свойства, методы и так далее. Так, значит, здесь у меня контролл.path, да, то есть, все я тяну отсюда, да, никаких путей уже больше не пишу, я все тяну именно отсюда, из данной директории. Так, отлично, значит, на этом мы пока остановимся, это еще не все, от файла я не закрываю, не нужен, но сейчас я здесь увижу кучу ошибок, да, потому что я не могу, PHP не может мне прогрузить то, что мы хотим, да, вот, начиная с этих файлов, вот, поэтому мы сейчас, собственно, это все создадим. Так, значит, у нас есть, повторюсь, константы служебные, у нас есть подключение файлов от базы данных, роутинга и общих моделей и контроллеров. Вот, давайте с вами теперь разберемся с базой данных. Так, база данных у меня, прошу прощения, у меня это файл adb.php. Так, что будет в этом файле? В этом файле я создам, ну, собственно, здесь будет класс, класс db, причем класс это будет статический. То есть я не хочу кладить, понять, что у меня будет много моделей, да, каждый будет выполнять свою задачу, вот, оставлю комментарий. класс конфигурация базы данных. Так. Итак, это будет статический класс, но чтобы мне просто не создавать каждый раз новый объект, при работе с моделями, я просто буду это дело использовать в статическом классе. Так, вот, мне надо бы подсмотреть все-таки пароль в базе данных. Так, в панели управления хостингом. Неправильно. Пароль, так, что такое? Да, вот вошел, отлично, прошу прощения за заминку. Так, у меня есть база данных, кабинет, вот она. Узер точно такой же, к слову сказать. Так, юзер такой. Опять же создаю константы, не свойство, а именно константы. Можно легко поменять, значит, константа пас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, по-моему, такая. Такой пароль у меня. Констант хост. Local хост. Констант деби, это, собственно, имя базы данных. Она такая же, как и имя пользователя. Так, и здесь будет в этом классе, друзья, всего лишь один метод. Метод, который, собственно, будет соединяться, устанавливаться не из базы данных. Значит, public static function connection to database. И, собственно, что я делаю? Я создаю переменные, локальные, так скажем, для данного метода. И обращаюсь к константам через слово, ключевое слово self. То есть, если бы были свойства поля класса, я бы через из обращался. Ну, и здесь я обращаюсь через self. Значит, юзер, что у нас здесь? path, host, dbin нам нужно, self, db. Ну, и дальше, собственно, объект соединения. Так, view, pdo буду использовать. Так, mysql, db, name, no, db. host равно host. Это не создали, и юзер и пас я ему отдаю. Так, и возвращаю этот самый кон. Вот. Ну, собственно, такая вот конфигурация с базы данных. Давайте посмотрим, что у нас изменится здесь. Здесь у нас понятно, что ошибки останутся в ворнинге. Ну, вот, собственно, базы данных мы подключили. Маршрутизацию сейчас с вами определим. Ну, и клубники, по-другому, остались. Так, отлично. Теперь давайте пойдем по маршрутизации. Этот файл я оставляю. Конфиг я оставляю. И открываем файл road.php. Один из основных файлов сегодняшнего урока, если не основной. Так. Итак, что такое road.php? Для чего он нам нужен? Значит, смотрите, друзья. Мы с вами, повторюсь, разрабатываем приложение по модели, по принципу MVC. То есть у нас наше приложение, задачи в нашем приложении будут изделены на три составляющие. Модель будет работать с базой данных, да, будет отдавать нам данные. View, да, будет нам отрисовывать, отдавать в браузер результат, да, работы. Ну, HTML-код, в общем, в браузер дает в ViewHee. И контроллеры, они реагируют, так скажем, на действия пользователя. Да, то есть если вы там нажали на кнопочку удалить, контроллер вызвал необходимый метод, да, например, удалить, обратился к модели, типа удали сам, это твоя задача, да, задача модели удалять. Да, то есть контроллер это как переключатель, да, он как, он просто реагирует на действия, он не выполняет непосредственное удаление, редактирование. Он просто от пользователя, да, принимает какие-то сигналы. Пользователь запросил список там покупателей, список товаров, не знаю, пользователь захотел отредактировать информацию. Контроллер эти действия принимает и отдает уже, обращается к модели для непосредственных выполнений этих действий, да, то есть для удаления, для редактирования и так далее и тому подобное. Повторюсь, контроллер с базой данных не общается. Вот, с базой данных у нас общается модель. Это я так очень грубо, не энциклопедическим, не книжным языком объяснил, в чем суть подхода MVC. Тут я готов получить массу критики, но, опять же, про MVC вы более подробно прочитаете, наверное, в книгах. Да, моя цель все же, наверное, не книги пересказывать, да, прочитать и пересказывать вам, а все же уроки строить на неком общении с вами, да, то есть как будто бы я с вами общаюсь, поэтому объясняю своим языком, вот как я это понимаю. Итак, еще раз после такой долгой арии, еще раз повторяю. Итак, у нас есть подход MVC, который используется в большинстве популярных PHP-шных фреймворках. Значит, что у нас делает модель? Модель у нас обращается, общается с базой данных, да, то есть непосредственно читает из базы данных, записывает в базу данных и так далее и тому подобное. Контроллеры у нас являются неким мостом между вьюхами и моделью, да, то есть контроллер принимает сигнал от, ну, не от вьюхи, если быть очень точным, а от пользователя, да, то есть пользователь нажимает какие-то кнопки, переходит на какие-то страницы, да, и, по сути, когда он перешел даже на какую-то страницу, например, на страницу списка всех пользователей, он запросил некое действие, по факту, да, он запросил действие, то бишь мы с вами, пользователи, запросили некое действие получения всех пользователей с базы данных. Контроллер этот сигнал принял, да, и, соответственно, поставил задачу модели дать список всех пользователей, вот. В прошлом приложении мы с вами создавали файлы направо и налево, да, то есть для каждой задачи был свой файл, там, edit.php, delete.php и так далее и тому подобное. Здесь этого не будет, в принципе, на MSI этого не предполагает и вообще, на самом деле, глупо, да, на маленьких уж сайтах, ладно, на больших, тем более, сайтах нет смысла и это расточительство, просто, да, создавать под каждую задачу, под каждую страницу какой-то файл. Собственно, кто у нас будет создавать динамические, кто у нас будет создавать эти страницы. Собственно, файл.road, который мы сейчас с вами напишем, будет создавать эти страницы. Да, вопрос, как он их будет создавать. Прежде чем написать, отвечу на вопрос, как будет. Он будет разбирать адрес, да, по определенной логике, не обязательно по той логике, которую мы сейчас с вами напишем. Вы можете написать свой роутинг в 100 раз лучше И увидите на просторах сети тоже По маршруте завтра в 100 раз лучше Первый, не я последний, как говорится, их пишу Вот, и уж тем более Не могу сказать, что мой роутинг там будет В совершенстве Самым лучшим вариантом Более того, я буду призывать вас Искать в нем какие-то ошибки И вообще ошибки в моем приложении Вот, но этот роутинг будет разбирать Адрес, по которому мы будем переходить И, соответственно, исходя из адреса На которую мы перешли Будет вызывать какой-то определенный контроллер То есть Отслеживать какое-то действие И вызывать определенное Вызывать это самое Это самое действие, извините Значит Контроллеры у нас тоже будут разделены по задачам То есть, например Форма входа на главной странице Это определенный контроллер Главная страница кабинета Это тоже контроллер Самый, наверное, яркий Понятный пример Это контроллер пользователя То есть Как объект Как сущность Пользователь имеет Несколько задач Несколько действий Он может зарегистрироваться Первое действие Выйти Второе действие Пароль сменить Третий И так далее Все эти действия Объединены в один класс В контроллер А сами действия То бишь методы Регистрация Авторизация И так далее Это непосредственные методы То бишь Непосредственные действия Экшены Они называются Вот Ну, вроде бы Рассказал как мог Как понимаю Я Опять же повторюсь На полное понимание Да Все эти длинныеоды Что такое MVC Для чего нужен роутинг Я не претендую Вот Это вы можете почитать Так Ну, давайте с вами Перейдем к написанию роутинга Значит Класс Роутинг Вот И оставлю комментарии Еще некоторые Так Значит Что это у нас такое Это у нас будет Класс Машутизации 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 У тебя она ошибка Маршутизации Да Слушаем, законом Тоже поработать Как следует Так Ну, и я В комментариях Что здесь оставлю Я здесь оставлю Просто-то нескольких Несколько улов Которые у нас с вами Ну, возможны Да То есть Я их Так скажем Предвосхищаю Опять же Вот Так скажем Приложение пишется В каких-то домашних условиях И Конечно Здесь Какой-то Какой-то Там Не знаю Какого-то Проектирования Здесь не подразумевается То есть он подразумевается Конечно Но он очень Черновое Делается на коленке Вот я записал Несколько улов Которые я подразумеваю Да Это урл Главной страницы Которые мы с вами Сегодня сделаем Урл Главной страницы Кабинета То есть После того Как мы с вами Вошли в кабинет Список пользователей Да Список заказов Вот Можно еще Например Посмотреть Предвосхитить Что Можно посмотреть Конкретный заказ Как-то так Вот мы с вами Повторюсь Подразумеваем Вот такие вот урлы Опять же Они могут Измениться Посмотрим Как у нас дальше Дело пойдет Но будет что-то В этом роде Значит Повторюсь Возьмем Например Вот эту урлу Главной страницы Кабинета Что у нас будет Происходить Повторюсь У нас будет Этот весь урл Разбираться Вот И Каждая часть Этого урла Будет Определена Как контроллер И как действие Вот То есть Например Кабинет Ну пожалуйста Кабинет Users Из самого урла Понятно Что Мы с вами Находимся На странице кабинета И в странице Users То есть Если бы мы с вами Создавали реальные страницы Мы бы создали Папку кабинет Папку users А в нем Индекс PHP В MVC Все не так Относительно роутинга Все не так Мы с вами Определяем Контроллер Да И Определяем Action Которые у нас То есть действие Которое у нас Выполняется В данном случае У нас Например Будет контроллер Кабинет То есть Мы вошли в кабинет И Action Users То есть Я хочу Увидеть всех Юзеров Понятно Да То есть А если бы здесь Был юзер Иди Например Еще Да То я бы Запросил Action Грубо говоря Был бы у меня Не знаю Контроллер Юзер Или контроллер Кабинет Метод Там Или там Не знаю Еще что-то Класс Юзер И я бы получал Информацию Об одном юзере Опять же Сейчас просто Вот Предвосхищаю Этот Вариант Не могу сказать Что он там Верен Просто вот Смотрю Потому что Повторюсь Роутинг Скорее всего Который мы сейчас Напишем Он будет Рефакториться Это в принципе Нормальная Нормальная ситуация Когда код Рефакторится Тем более Мы с вами Пишем приложение Которое Не является Каким-то там Суперпроектом Да Это тестовое Учебное приложение Мы с вами Можем позволить Себе ошибаться Я могу Позволить Себе ошибаться Вот А вы уж Тем более Можете позволить Себе Меня критиковать И какие-то Ошибки Указывать Повторюсь Еще раз Роутинг Который мы С вами Сейчас Напишем Да Он Возможно Не будет Корректным Полностью Да Он будет Претерпевать Какие-то Изменения Так Значит Класс Роутинг Мы с вами Псали Теперь давайте Построим Напишем Метод Тоже Статический Метод Public Static Function Build Route Так Значит Понятно Что у нас Ну вот Например Да Вот Первое Берем У нас с вами Задача Вот эту Страницу Сегодня Оживить Какой Здесь У нас Есть Контроллер И Action Ну Контроллер Здесь По факту Не указан Да Здесь Указан Указана Страница И Вполне Себе Могут Ситуации Когда Может Не быть Контроллера И Не может Быть Даже Action Не может Быть Какого-то Действия То есть Я просто Зашел На главную Страницу Или Я просто Зашел Ну Например Если зайду На страницу Кабинета То Как минимум Там будет Например Контроллер Для кабинета То есть Будет Какая-то Общая Функциональность Для кабинета Вот Например Здесь Контроллер У нас Не прослеживается Никакого Поэтому Понятно Что мы Должны В любом Случае Это Не только Про контроллер Вообще В принципе Предусмотреть Вариант Когда Что-то У нас Не будет То есть Контроллер По умолчанию Задать Собственно Я задаю Контроллер По умолчанию Контроллер Name Переменная Сюда Я записываю Контроллер По умолчанию Индекс Контроллер Забегая Вперед Это Собственно Будет Контроллер Нашей Главной Страницы Вот И Индекс Да Индекс Model Тоже Модель По умолчанию И Action По умолчанию Индекс Action Повторюсь Это Ничто Иное Как Нетод Класса Так Теперь Давайте Строим Маршрут Road Наш Маршрут Будет Разбиваться Во-первых Мы должны Разбить С вами Адрес Request Uri Что такое Request Uri Request Uri Это Вот Эта Часть Да То есть Нам Сервер Request Uri Возвращает Именно Эту Часть И Мы Собственно Эту Часть Разбиваем По Слышу Вот Собственно Нам Вернется Массив Из Двух Элементов В данном Случае Кабинет И Users То есть Вот В этом Например В этом Случа Road Вернется Пустым А если Вернется Пустым Значит У нас Как Минимум Останутся Контроллер По умолчанию Модель По умолчанию Action Так Ну и Давайте С вами Разбираться И так Если У нас Road 1 Не Равно Пусто То бишь Если У нас Есть Контроллер Определяем Контроллер Контроллер Если У нас Есть Контроллер То есть Если Первая Часть Не Пустая То есть Как Минимум Вот Эта Вещь У нас Будет Кабинет У нас Определится Первый элемент Массива То что я Делаю Я Переменную Контроллер Name Переопределяю У меня Уже Перестает Действовать Контроллер По умолчанию Я Вызываю Метод UC First Это Метод Который В PHP Функция Точнее Встроенная В PHP Функция Которая Делает Первую Букву Строки Перевращает В верхнюю Гис То есть Делает Ее Большой Так Model Name То же Самое Я Сейчас Позже Объясню Зачем Я Это Делаю Дело В том Что мы Контроллеры Модели Все это На самом деле Классы Ничто Ино Как Классы Это Файлы Которые Себя Представляют Классы Вот И Понятно Что Надо Будет Договориться Что Мы Имена Классам Будем Имена А файлам И классам Будем Давать Вполне Себе Определен Да Поэтому Я Не просто Так Делаю Такую Подготовку Когда Мы С вами Через Несколько Минут Создадим Несколько Моделей Несколько Точнее Контроллеров И моделей Мы создаем Вы Понимаете Что Это Дело Не просто Так Так Если Мы Определили То Я Подключаю Модель В любом Случа Я Подключаю Контроллеры Модели Да Просто Может Быть Ситуация Когда Я Повторюсь Роуд Один У меня Будет Пустой Но В любом Случа Я Должен Подключить Я Подключаю Контроллер Name И Добавляю Точка Префикс Точка PHP То есть Я Подключил Класс Я Подключил Контроллер Либо По умолчанию Либо Тот Который Отловил Здесь И С моделью Делаю То же Самое В любом Случа Либо Тот Который Я Определил Из Адреса Замечательно Значит С контроллером Мы с вами Определились Теперь Надо Определиться С Экшеном Экшен Как мы С вами Договорились Лежит Во второй Части Нашего Урла Значит Я Определю If Set Road 2 То есть Если Экшен Есть Если Он Не Пустой Будет Даже Излишняя Проверка Мне кажется Ну Ладно Пока Оставим Оставим Для рефакторинга Для тестирования Так Вытаскиваем Экшен Экшен Голло Road 2 Все Отлично Экшен Определили Контроллер Определили Что нам Осталось С вами Сделать Нам Надо С вами Запустить Этот Экшен Этот Экшен Будет Находиться В контроллере Какой-то Экшен Будет Находиться В каком-то Контроллере Но Прежде чем Запустить Контроллер А контроллер Это класс Нам Надо Понятное Дело Создать Объект Класса То есть Объект Контроллера Что я И делаю У меня Есть Я создаю Объект Контроллер Который Будет Создан Как Объект Класса Контроллер Name Контроллер Name Повторяю Что такое Это Будущий Класс То есть Индекс контроллер Это пока что Строка Но Вот здесь Я уже Подключаю И понимаю Что это будет Не просто Строка Это будет Просто Подключенный Класс То есть Вот здесь У меня Результатом Вот этого Работы Кода Вот этого Будет Вот это Вот друзья Индекс контроллер Точка PHP То есть Будет Подключен Класс Да Здесь Соответственно Будет Модель Индекс Модель Точка PHP Model Вот Пожалуйста Так Собственно С этим Мы сами Разобрались Значит Создали Объект Контроллера И теперь Надо Друзья Сделать Ничто Оно Как Собственно Запустить Метод Какой-то Опять же Либо метод По умолчанию Который Называется Индекс Либо Метод То есть Action Тот Который Мы сами Определили Как это Сделать Опять же Action У меня В Action Находится Название Метода Но пока Что это Просто Название Метода То есть Просто Строка Чтобы Сказать Что это Реально Будет Метод Я Вызываю Как Метод То есть Это Будет Я не знаю Контроллер Индекс Например Или Контроллер Не знаю Что-нибудь В этом Роге Там Get Users Вот Так Это Будет Будет Так Action Мы с вами Определили Но Нам Надо С вами Вот Что Еще Сделать Представьте Что Мы Сюда Сюда Мы Заходим После Того Как Например В кабинет Мы Когда Заходим Мы Заходим В кабинет Когда Мы Сами Авторизовались Но Роутинг Здесь Этого Не Отслеживает Никакой Авторизации Поэтому Мы Сами Вот Этот Адрес Можем Просто Напрямую Взять И Сюда В адресную Строку Набрать Что Это Возможно Но На это Тоже Надо Как-то Реагировать Понятно Что Без Авторизации Да Мы Этого Сделать Не Можем Мы Не Должны Видеть Страницу Кабинета Поэтому У нас С вами Должен Быть Метод Ну Пока Что Заготовочный Метод Который Будет Называться Error Page Он На самом Деле Я Пока Оставлю Пустым Что Он Будет Дел Друзья Он Будет Всего Лишь Отображать Ну Например 404 Страницу Да Если Мы Пытаемся Просто Напрямую Зайти На этот Адрес Вот Этот Метод Будет Называться Error Page Пока Что Мы Оставим Его Пустым Реализуем Его Чуть Позже Вот Ну Собственно Что Друзья На Этом Нет На Этом Сегодня Не Все Еще Мы Еще Задач С вами Не Выполнили Мы Написали Роутинг Я Контроллеры Не Так Далее Давайте С вами Это Сделаем Значит Что Я Делаю Контроллеры Давайте Создадим Контроллеры Два Как Минимум Контроллера Создадим Значит Контроллер По Умолчанию И Контроллер Который Нам Нужен Для Для Главной Страницы Значит Первый Файл Будет Называться Controller .php Так Класс Контроллер Так Контроллер .php Так Что Будет В Этом Файле Значит Контроллер .php Да Умолчание Класс Контроллер Что Он Будет Делать В Контроллере В Общем Контроллере Будет Совершаться Какие Общие Действия Для Всех Контроллеров Которые Конечно Можно Переопределить В Дочерних Но Это Повторюсь Родительский Класс Мы Вносим В него Какие-то Общие Действия Значит Что Решил Я Делать Я Потому Что Ну Не факт Что Я Это Делаю Правильно Это Моя Мысль Моя Логика Так Я Переопределяю Точнее Я Задаю Свойства Модель И View Вот И Еще Задам Свойства Protected Типа Protected Свойства PageData Для чего Я Это Делаю Друзья Я Это Делаю Для Того Чтобы Во View Вводить Какие-то Данные Динамические Не знаю Title Тот же Будет У всех Страниц Разный Поэтому Я Создал Такой Служебный Массив PageData Который Буду Наполнять В зависимости От ситуации Чем-либо Но Это Мы На следующем Уроке Разберем Вы Увидите Как Это Работает Как Я Это Предполагаю Конструктор Метод Который Будет Сразу Срабатывать При Создании Объекта Что Я Делаю Я Создаю Новую Вьюху И Создаю Новую Модель New Model New New Model Так Есть Отлично Смотрим На Результат Будут Ошибки Будут Ошибки Конечно Потому Что Нет Модели Значит Давайте Дадим Еще Модель Controllers Models Сознательный Файл Model . PHP Так Значит Модели У нас Я Повторюсь Модели У нас Обращаются Общаются Прошу 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 С Базы Данных Значит Давайте Вынесем Какие Общие Задачи В Общую Модель Значит У меня Будет Protected Свойства GB Now Вот И Будет Конструктор Модель Эту Все Будут Унаследовать Другие Модели Да Ну Собственно Пока Что Я Не придумал Ничего Лучше Как В Общую Модель Да В Родительскую Модель Просто Запихнуть Соединение С Базой Данных Что Наверное Как Мне Кажется Логично Потому Что Любая Модель Не Важно С Какими Данными Она Будет Работать Она В любом Случае С Этими Данными Будет Работать Через Базу Данных Поэтому Я В конструктор В общий Родительский Конструктор Запихнул Подключение К Базе Данных Так Ну И Вьюха Общая Общая Вьюха Значит Что Мы Создадим Во Вьюхе Создать Новый Файл Вьюхе Здесь Будет Пока Что Один Общий Метод Он Будет Отрисовывать Нам Собственно Вьюхе Задача Какая Отрисовать Что Что Метод Рендер Что Он Будет Принимать Он Будет Принимать ТПЛ То есть Шаблон Страниц Который Мы Хотим Отрисовать И Тот Самый Массив Пэдж Дата Для Того Чтобы В этом Шаблоне Его Отрисовывать Значит Отрисовка Будет Происходить Просто Напросто Подключением От Корневика Корневого Пути До Подключения Этого Шаблона ТПЛ Вот Собственно Как бы И Все И Все Так Создали Базовые Контроллеры Вьюхе Модели Так Только У нас Не может Он Подключить Model PHP В 11 Строке Model Path Rule Models Давайте Проверим Конфиг Так Require Ones Model Path Model HP View PHP Контроллер А Ну и Да Конечно Что Я еще Забыл Подключить Я здесь Во-первых Забыл Запустить Сам Routing Build Routing Метод При конфигурации Он должен Обязательно Срабатывать Такое ощущение Что У меня Закашировалось Давайте Закомментируем Какое-то У меня Дикое ощущение Да нет Все-таки Есть ошибка Смотрим В чем Эта ошибка Состоит Значит Model Path Root Models Смотрим Models Model .php Так Давайте Сделаем Пока Что Вот так Вот Эхо Один Эхо Один Смотрим Подключится Или Нет Нет Файл В директории Кабинет Models Ааа Вот в чем Дело Он не с этого пути Грузит Вот где я ошибся Вот где я Просто волосился Так Ну давайте Тогда Да Он мне идет Совсем Другой Путь Так Тогда Что мы Сделаем То есть Он грузит Видите С основного Домена Так Ну хорошо Тогда Мы сделаем Некрасиво Мы сделаем Конечно Я хочу Удостоверить Что это Реально Так И документ Труд У меня Все же Вводится Именно Так Да Именно Так Ну ладно Хорошо Придется Придется Делать Вот так Вот Так Придется Сделать Вот так Очень Некрасиво Придется Наверное Вот так Очень Некрасиво Ну ладно Но я все же Посмотрю Мне самому Интересно Что так Неправильно Хостинги Что-то Настро Сейчас все В порядке Сейчас Нечку Вот Вот этот Момент Я обязательно Посмотрю Мне сейчас Кажется Что Не может Так Быть Так Модель Я подключил Так Что он еще Не может Подключить Контроллер Не может Подключить Да Ну контроль Не может Подключить Он пытается Подключить Файл Индекс Контроллер Который Мы с вами Еще Не создали Индекс Мода Давайте С вами Вернемся В папку С контроллерами И создадим Тот самый Индекс Контроллер Файл Индекс Индекс Контроллер PHP Так Что будет В этом Индекс Контроллере В этом Индекс Контроллере У нас Будет Собственно Происходить Работа С главной Страницей То есть Этот Контроллер Будет Отслеживать Какие-то Действия На Главной Странице Так Я создаю Класс Индекс Контроллер Который Будет Экстендить Мой Контроллер Так Что в нем Надо создать Сразу же Public Function Индекс Вот Что будет Да Индекс Мы создали Так Хорошо Теперь Давайте С вами Да Свой конструктор Надо Переопределить Public Function Construct Поэтому У него не будет Общей Модели Контроллера По модели Вьюхи У него будет Он будет С другой Моделью Общаться View Index Model Так И View 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 Ну Вьюху У нас будет Одна Вьюху Класс Не особо Нужный Частный Вьюху Частные Вьюхи Не нужны Потому что Ну Как вы Понимаете Вьюхи Это всего лишь Эштимы Так Я сразу Вызываю Метод Render Так И передаю Ему Собственно Параметры Шаблон Страницы И Массив Значит Какой будет Шаблон Страницы У этого Контроля У этого Контроля Будет Шаблон Страницы Я его Сразу Переопределю Use Main Точка Тпл Точка Пички Так Значит Отрисовываю Page Не page А This Page Тпл И This Page Data Так Сделали Сделали Теперь Давайте Сразу Я задействую Этот самый Массив Page Data Как Минимум Для Установки Title Трендер Все Готово Теперь Давайте Index Model Создадим Модель По умолчанию Благо Что Наш Роутинг Это Требует Index Model Точка PHP Model Точка PHP Так Index Модель Мы Сами На Следующем Разберем Уроки Что Будет Когда Собственно Будем Реализовывать Авторизацию Но Сейчас Мы Должны В Любом Случа У нас Уже 40 минут Почти Урок Но Все Вынуждено Так Не хочу Прерываться На Каком-то Определенном Этапе Так Создаем Класс Index Model Экстендим Основную Родительскую Модель Потому Что В этой Модели Родительской Инциализируется Включение С базы Дан Так Ну Собственно Как бы И все Модель Прогрузили Сделали У нас Все Готово Теперь Нас С вами Теперь Он все равно Не может Что-то Прогрузить Контроллер С Индекс Контроллер Индекс Контроллер Не может Прогрузить Да Сейчас Давайте Эту ошибку Исправлю Так А потом Разберем Одну вещь Которую Уже Разбирали Так Вот Это Он не Может Прогрузить Контроллер Path Так Прогружаем Что такое Контроллер Path Еще раз Контроллер Это Root Контроллер Да Я Печатался Все Логично Индекс Контроллер Файл Я назвал Некорректно Вот В чем Дело Вправить Сейчас Надеюсь Все В Порядке Да Сейчас Уже Все Хорошо Теперь Он Не Может Этот Шаблон Прогрузить Мои НТПЛ Отлично На Что Я Хотел Показать Помните Я писал UC First Да То То Есть Первую Букву То У меня Сейчас Действует Контроллер По Умолчанию Да Если У меня Там Будет Не знаю Кабинет Я буду писать Кабинет С маленькой Буквы Я Хочу Все Привести Большой Непосредственно Поэтому UC First Это Приведение К Большой Букве Букве В первой Строке В Строке И Соответственно У меня Будет Называться Контроллер Мой Кабинет Да Некрасиво Писать Большими Буквами В Урле Но Так скажем Мы с вами Устанавливаем Условие Что имена Контроллеров Должны Начинаться Именно С большой Буквы Поэтому Именно Вот так И называется Индекс Большой Буквы Контроллер Да Ну а PHP Это Вот как раз Подключение Моего Класса Ну и Контроллер Тоже Я цепляю Как вы Видите То есть Все Вот Которые Нарушать Нельзя И Которые В принципе Очень Упрощает Нам Логику И структуру В принципе Наших Файлов И папок То есть Все По Определенным Шагам Теперь Давайте С вами Создадим Вот эту Самую Вьюху Которая Называется Как у нас Там Называется Main TPL Точка PHP Это Файл Я Называю Этот Файл Ну Чтобы Понять Что Это NTPL Точка PHP Что В нем Будет В нем Будет HTML Верстка Вот такая Вот Так И что Мы С вами Должны Сюда С вами Друзья Мои Подключить Давайте С вами Создадим Как Следует Вьюху Это Собственно Последнее Что Нам Осталось Сделать Если Все В Порядке То Уже В Принципе Все Готово Так Чарсет Оставляем Тайтл Мы С вами Оставляем Пустым Пока Что Так Meta Viewport Сделаем Meta Name Равно Viewport Content Равно With Равно Device Revice Кавычка Вишня Revice Width Это Как Вы Помните Для Адаптивности Так И Initial Scale Равно Единица Так Это Сделал И Теперь Надо Подключить Css 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 Bootstrap Min Css Font Tofson Bootstrap Конечно же Font Tofson Font И Давайте Подключим Css Он Нам Тоже Будет Нужен Иногда Style Css Так Здесь Все Что Еще Подключу Скрипты Скрипты Css Равно JS jQuery JQuery JS Конечно Желаю Дальше Bootstrap JS Bootstrap Min .js Angular Подключим Так И Что Еще И Наш Скрипт Подключим Все Смотрим Отлично Ошибок нет И вот смотрите Исходный код страницы Замечательно Мы с вами запустили Индекс по умолчанию И Action по умолчанию У нас отрабатывает Индекс Как вы понимаете То есть Если там у меня будет Что-нибудь В этом роде Кабинет Это значит Что я еще Смотрите У меня Логин Вот и нет Так вот В контроле Где-то у меня Ошибочка Засела Не Не отлавливает Он Индекс Ладно Тоже Буду смотреть Где я ошибся Это не Следующее Наша задача Сегодня другая Запустить Индекс По умолчанию Контроллер По умолчанию Значит Форму Авторизации Я не буду Встать Я повторюсь Это не наша С вами цель Я просто Напросто Ее Вытащу Из-за Снеппета Сайт Будь Снепп Ссылку Конечно же Приложу Значит Див Хендер Строю Общий Шаблон Див Контент И Футер Так Здесь у меня будет Код И страницу У меня должна Принять Вот такой вот Вид Отлично Такой вот Вид Только надо Конечно же CSS Еще скопировать CSS Мы скопируем Наш Файл Создаем Новый файл Ставим Точка CSS Копируем Сохраняем Проверяем Вот пожалуйста Ну что ж Друзья Я думаю На этом На сегодня Мы закруглимся Мы сделали Довольно-таки Большое дело Я считаю За 50 минут Значит Да Не без ошибок Как вы видите У меня Огрехи есть Особенно Мне интересно Именно Почему у меня Вот это не отрабатывает Это где-то У меня все-таки В роутинге ошибка Вообще Он мне должен Выдавать ошибку На уровне Роута Что у меня Ошибка выдается То есть Здесь у меня Не отловилось Не отлавливается Почему-то Так Не загружается Значит Вот здесь Вот у меня Должны ошибки Выдаться Что Не Не может загрузить Давайте Кстати На require Подключу Изменю Require Once Тогда Отругает Меня Да То есть У меня При заходе Вот сюда Кабинет Вот Он должен Вообще-то Удать ошибку Вопрос Почему он Ее не удает Очень интересный Ладно Будем разбираться В чем У меня ошибка Здесь Значит Что мы С вами сделали Мы с вами Запустили Наше приложение Именно запустили Написали Конфиг Написали Роутинг По крайней мере Скелет Роутинга Написали Не без ошибок Повторюсь Еще есть Над чем работать Как видите Вот уже Ошибки нашли Но мы с вами Запустили Контроллер По умолчанию Экшн По умолчанию Запустили Создали Юху На следующем уроке Мы ее с вами Немножечко Поредактируем Отреставрируем Я хочу Например Чтобы форма Была Ровно По горизонтали И по вертикали Оцентрирована Заодно Узнаем Как это сделать И мы с вами Сделаем На следующем уроке Авторизацию То есть Мы с вами Напишем модель И сделаем так Чтобы У нас была Успешная Авторизация Так Кстати друзья Последнее Последнее Что я забыл Это Тайтл Установить Давайте С вами Посмотрим Наш Тайтл Вообще Доступен ли он Значит Давайте я лишнее Закрою Чтобы У нас это не Отвлекало Модель Нам нужна В Индекс Контроллере У меня есть Пейдж Дата Массив Вот я его Передаю В рендер Иду В Вьюху Здесь У меня тоже Пейдж Дата Доступен Значит Он у меня Должен Быть доступен И Во Вьюхе Так Индекс Контроллер Нам уже Не нужен Индекс Модел Тоже Так Вот Тайтл Я должен У меня Пейдж Дата Должен Быть доступен Соответственно Вот так Вот Я уже Имею Право Написать Пейдж Дата Тайтл Смотрим Будет ли У меня ошибка Или Выведется Заголок Вот он Вход в личный кабинет Отлично Пейдж Тайтл У меня доступен То есть В индексном контроллере Где он у меня Вот он Этот массив У меня Работает У меня доступен Соответственно В этот массив Я буду класть И другие Какие-то данные Какие-то Сообщения Об ошибках И так далее И буду Вводить их Во вьюху Уже Замечательно Так Ну все Теперь точно На сегодня все А то очень много Информации Повторюсь Урок Довольно-таки Большой получился Вот 54 минуты Поэтому Вначале Предупреждал Что он будет большой Но задачу Мы сами Выполнили Довольно-таки Неплохую Хотя и не без Огреха С моей стороны Да На сегодня все Всем большое Спасибо за внимание Оставляйте свои пожелания Лайки, комментарии И замечания Теперь уже Наверное будут Вот Следующий урок Выйдет Либо в среду Либо в субботу Посмотрю По ситуации По времени Но в любом случае Начало положено Очень хорошее Неплохое Надеюсь Было более-менее Что-то понятно Не могу сказать Что все Все понятно Но все же Что-то я постарался До вас Донести Не без греха Повторюсь Да Все Всем спасибо Пока